Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не заполнялись эгоизмом, чтобы наши сердца были открыты к тому, чтобы творить добро и милосердие Пасхальная благотворительная акция «Семена благие» началась вместе с Великим постом В это время дети из школ и детских садов, а также жители из Обиленского района усердно готовились Шили, рисовали, делали поделки И уже с первого дня Пасхи на ярмарках, которые устраивались в благочине, началась продажа этих вещей Пасхи твои созданы из любви И душа моя лишь живет тобой Мне подарит этот прекрасный мир Благодать твоя, Господи, надо мной В начале вечера благочины из Обиленского округа протерии Сергей Рыбин Поблагодарил всех присутствующих за участие и помощь в проведении акции После чего наградил благодарственными письмами администрацию города и района Управление труда и соцзащиты населения, отдел образования района и руководство ОАО «Газпром» После официальной части начался концерт На концерте выступали творческие коллективы из Обиленского округа Района и хор Спаса Преображенского храма Все это время акция «Семеноблаги» продолжалась Собирали деньги для ребенка с ДЦП, которому необходим дорогостоящий аппарат Во время концерта отец Сергий объявил победителей конкурса Среди школьников из Обиленского района на лучший логотип для акции «Семеноблаги» Рисунки победителей в следующем году будут использованы для разработки баннеров, флайеров и значков акции Денежные средства, полученные за период проведения акции, собирали для передачи семьям малоимущим, попавшим в трудную жизненную ситуацию и детям-инвалидам Во время акции параллельно проходит работа вместе с нашим отделом районным по труду и социальной работе Объезжаем семьи, которые нуждаются, много семей объезжаем, чтобы понять, кто из них наиболее нуждается в помощи И вот в этом году таких семей оказалось 13, вот и мы надеемся, что мы сможем им помочь В этом году сертификаты с денежными средствами получили 13 семей Общая сумма пожертвований, собранных за время проведения акций, насчитывает более 100 тысяч рублей 18 июня по благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла На территории Андреевского подворья города Ставрополя состоялся епархиальный этап конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины» Перед началом конкурса в Андреевском соборе состоялся молебен на всякое благое дело Ставропольского, Михайловского, Светлоградского, Ольгинского, Невиномысского благочини и Георгиевской епархии А для чего это нужно? Вы знаете, очень важно, чтобы дети не просто, не только имели веру, но и имели и знания И вера, и знания, и то, и другое необходимо человеку Чтобы люди действительно были знающими, компетентными в области религии Насколько позволяет им их детский и школьный возраст Принцип игры основан на всем известной интеллектуальной игре «Что, где, когда» На игровом столе крутится волчок, который показывает на номер вопроса уже заранее подготовленного организаторами проекта Также есть черный ящик, но в этой игре он называется загадочным ларцом Использование атрибутов знаменитой игры официально было разрешено руководством проекта «Что, где, когда» Какое библейское событие, описанное в книге «Деяний святых апостолов» В православной церкви отмечается как двунадесятый праздник Пожалуйста, время пошло! У православного конкурса знатоков «Зерно истины» свои особенности От оригинальной версии игры программу отличает прежде всего строгая тематическая направленность Вопросы для турнира подбираются исключительно из курса основ православной культуры и христианской этики Между командами развернулась нешуточная борьба И в итоге призовые места распределились таким образом Первое место – Ставропольское благочиние Второе место – Михайловское благочиние И третье место – Светлоградское благочиние Ребята, занявшие первое место, будут представлять Ставрополье во время проведения Шестого международного конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины» Который проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 2008 года Этим летом конкурс традиционно состоится в Симферополе Уже второй год в городе Ставрополье По благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла В санаторно-оздоровительном лагере «Лесная Поляна» Проходит смена с православной направленностью Цель лагеря – создание условий для формирования у детей Духовных, нравственных, культурных качеств на основе православных традиций Развития гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота своей Родины Конечно, самая главная цель таких лагерей – это для того, чтобы мы, православные люди, могли увидеть и понять, что мы есть Что нас много и что мы имеем возможность общаться на ту тему, которая нам близка и дорога И поэтому я думаю, что цель, которую вставили организаторы этой смены – это цель благая Которая направлена прежде всего на укрепление нашей страны, нашего общества На поиск тех духовных путей, которые мы, к сожалению, не можем обозначить открыто в нашем обществе Но они есть, и мы этих путей придерживаемся 18 июня состоялось открытие смены, на котором присутствовали Проректор Ставропольской православной духовной семинарии Игумен Алексей Смирнов Заместитель председателя Ставропольской городской думы Виктор Надеин Депутат Ставропольской городской думы Михаил Миненков И представители Министерства образования Православие – это основа русской цивилизации И, конечно, печально, что так поздно, только в 2012 году, в прошлом году, была первая профильная смена Но возникновение ее происходит, скажем, естественным путем Поэтому такая идея появилась среди и преподавателей, и вожатых Мы эту идею в городской думе поддержали Вместе с администрацией начали готовить В прошлом году первый раз провели профильную смену Это крайне заинтересовало и детей, и родителей Сейчас мы просто постепенно развиваем эту идею, это направление И только положительные эмоции Дети под руководством вожатых подготовили для гостей концерт Который начался с выноса влага Российской Федерации, флага Ставропольского края и флага лагеря Лесная Поляна Завершением концерта стали визитки губерний Именно так в рамках православного лагеря названы отряды Наша губерния Город креста Наш девиз Гордый город стоит на горе Крест как символ душей во мне И пью за заповеди в груди Не забри, не убей, не кради Тема смены под царским покровом Она приурочена к празднованию 400-летия Дома Романовых За время работы потока дети ознакомятся с историей царской семьи через конкурсы и соревнования среди губерний Все люди на большой планете должны всегда дружить Должны всегда смеяться дети и мир нам пережить На территории лагеря действует православный походный храм Работа которого осуществляется с утра и до вечера Чтобы любой желающий мог прийти помолиться и поставить свечку Также на протяжении всей работы смены Студенты Ставропольской духовной семинарии будут проводить вечера православия Общие молитвы и отвечать на вопросы детей, связанные с православной верой На особо чтимые в православии праздники на территории лагеря совершат торжественные богослужения По благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла От Ставропольской епархии на международный образовательный молодежный форум «Феодоровский городок» на Ладоге в город Санкт-Петербург Отправляется делегация в количестве двух человек Этот форум приурочен к празднованию юбилея Крещения Руси 22 числа по 1 июля в городе Санкт-Петербурге проводится международный образовательный форум Руководители молодежных подразделений, молодежных организаций, Московская патриархия Это активисты молодежных организаций, руководители молодежных отделов Съезжается в замечательный город, город Санкт-Петербург, где соберутся актив наших епархий Где они расскажут опыт своей работы молодежных организаций, молодежных движений епархии С 18 по 20 июня в Спасском кафедральном соборе города Пятигорска Прибывали мощи святого равноапостольного князя Владимира В курортный город мощи попали в рамках Всероссийского крестного хода Который начался во Владивостоке, затем прошел в Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону Жители столицы Северокавказского федерального округа в течение трех дней имели уникальную возможность приложиться к святыне А 20 июня в город Пятигорск для совместного богослужения приехали наместники монастырей и насельники в священном сане А также архиереи епархии Русской православной церкви на Северном Кавказе Перед началом божественной литургии у мощей святого князя Владимира Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл возглавил молебное пение Его высокопреосвященству сослужило многочисленное духовенство епархии Северного Кавказа После божественной литургией, которую совершили сразу пять архипастерей Мощи были отправлены в Санкт-Петербург Сынка благоверного князя Владимира Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...